Нет, а чего он ушел? Мы не начинаем с меня? Зовут Вика? Да я ее обязательно приобрет... Охуенно! Слышно от тебя? Вика, привет! Приветик! Я очень рада, что ты сегодня пришла ко мне. У меня есть к тебе такой небольшой челлендж. Ты как девушка у нас модная, известная. Я хочу предложить тебе поучаствовать в модном эксперименте. Я даю тебе на выбор два стиля, два лука. И ты выбираешь из предложенных мною стилей один. То, что ты видишь здесь, в этом магазине, ты выбираешь себе вещи. Диско и Дикий Запад. Ни первый, ни второй стиль. Это не мой стиль. Я больше хожу в кэжуал. Но с предложенного я выберу диско. Диско, да? У меня к тебе есть вопрос. А почему ты не носишь, допустим, ни один и ни второй? Вот, допустим, по диско. Почему ты его нет? Он мне просто не близок к душе, наверное, так. Я не знаю, где его применить. Не мое точно, но я постараюсь справиться с заданием. Пик, я тебе дам небольшую подсказку, что диско – это еще джинсы в том числе. Да, это то, что ты любишь. Это кэжуал. У нас просто очень многие люди думают, что кэжуал – это непосредственно джинсы. Но 80-е – это те же самые мама джинсы. Мама джинсы – это 80-е. Поэтому ты постарайся, а потом мы с тобой проэкспериментируем еще. Хорошо? Хорошо, спасибо. Знаете, что мне очень понравилось? Это вот этот комбет. Прям вообще. Я его вижу там с одними босоножками. Мне кажется, это очень классный стиль. Бугл, ну, кэжуал. А у нас задание – диско. Поэтому, не знаю. Может, его и тоже на диско? Как вы скажете? Для меня мода – это, наверное, в первую очередь – это показать свой стиль. И модно то, в чем нам комфортно. Благодаря стилю мы можем себя показать. Соответственно, стиль для меня все же в первую очередь – это комфорт. Если нам в чем-то комфортно, оно подчеркивает наши достоинства, то это стильно. Мой стиль, даже не знаю, для меня это все же… Я даже не знаю, есть ли у меня стиль. Если вещь мне понравилась, она подчеркивает мои достоинства, я ее обязательно куплю. Модные вещи, которые в этом сезоне мне вообще не нравятся, я не знаю, как они правильно называются, это такие брючки кулоты. Килоты мне очень не нравятся. Просто я не люблю те вещи, которые мешковаты, которые, которые, я не знаю, зачем люди вообще одевают. Есть ли у меня примеры для подражания? Да. Мне очень нравится Виктория Беккем. Мне нравится ее стиль, ее поведение. По крайней мере, то, как она это показывает. Мне нравится их семья. Мне кажется, это пример для подражания. И она всегда, ну, стиль у нее, я не знаю, кто стильнее в мире, чем Виктория Беккем. У нее супер-пупер стилисты. Вот. Мне одежда нравится, которой она занимает. Мне очки нравятся, которые она выпускает. Да. По поводу моих недостатков. Наверное, у меня нет терпения. Я хочу все и сразу, но я над этим работаю. Но не всегда получается. И что еще? Наверное, чуть-чуть наивная. Я верю людям. На самом деле, я очень искренний человек. И всегда, если отдаю людям доброту, то я жду этого в ответ. Но, к сожалению, не все люди такие. Поэтому это, наверное, два самых больших моих недостатка. Как ни странно, я не могу обойтись днем без очков. Это мое любимое дело, которым я занимаюсь. Но я действительно люблю аксессуары. Мне не хватает смелости на как-то поменять свою внешность. Она у меня с 11 лет особо не меняется. Моя мечта – иметь счастливую семью. При вещи, которые я бы взяла с собой на необитаемый остров – телефон. Что еще? Подождите. Очки, конечно. Да, и купальник. Я шучу. Девиз мой. Да, у меня он есть. Сейчас нет ничего невозможного. Я там пересмотрела некоторые вещи, которые очень хочу померить. Так что ждите. Ну как ты считаешь, Виктория справилась? Диско? Диско. Ну мне кажется, что чуть не тот диско, который я сам ожидал. Потому что я был на многие вечеринки диско и смотрел очень много фильмов. Где есть стиль диско. По-моему, это чуть-чуть не тот. Но я там что-то просто добавил. Там неплохо, но что-то еще хотелось. Да, смотри, на самом деле Виктория с задачей справилась. Первый лук – это диско, а диско – это именно пайетки, это блеск, это люрекс. По этой части пятерочка. Да? Да, потому что все, что горело, сверкало, это стиль 80-х, стиль диско. Ты же помнишь вот эти стеклянные шары, которые крутились? Да, да, да. Вот, это тоже, это люрекс, это диско. И на самом деле она справилась. Единственное, там, конечно, вот именно вот это платье скрывает всю фигуру Вики. Она стройная, она высокая. Поэтому вот это платье сделало ее, как бы, немного бесформенной. Это единственный минус. То есть, ну, естественно, обувь. Есть недочет по модели обуви, по фасону. Также вот эти шипы на самих босоножках – это уже не про диско, однозначно. Второй образ. Даже не могу выговорить, как это называется. Почему? Скажи, как это правильно. Смотри, на самом деле это тоже стилистика 80-х. Ну да. Но у нас была все-таки задача диско. Как ты думаешь, чего тогда не хватает в этом образе? Во втором. Если задача диско была. Обувь, нет? Это первое. Еще что бы ты добавил? Я добавил шапку. Вот прям, какую шапку? Прям шапка. Ну такое, коббой. Нет? Коббой. Смотри, на самом деле, вообще, мода 80-х, как такова, она стремилась к мужественности. Рубашка. 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 Рубашка, которая добавила бы объема в плечах, а еще круче было бы завязать ее на талии, оставив при этом виден топ. Да? И, естественно, обувь. Помнишь, когда-то в 80-х были очень модные мыльницы? Наверное, да. Да, такие мыльницы, мыльницы. По-нашему, балетки. А, да-да. Если говорить о том, чтобы Вика смогла сходить на дискотеку в том образе, можно было надеть просто балетки в пайетках. Необычного какого-то дизайна, да? Но с объемной рубашкой. Ну, да. Потому что мода в 80-х, женщины стремились к мужественности, а мужчины к женственности. Это была общая тенденция на самом деле. Ну, да. Но там был очень крутой тоже и очень крутой аксессуар такой, типа сумка, чехол для пистолет. Да, это была поясная сумка, она сейчас в тренде. И у Вики она была. Это опасно сейчас. Да, конечно, опасно. Что люди подумают. Что люди подумают. Поэтому, если в принципе говорить о поставленной задаче, Вика наша справилась. Молодцы. Да. Просто есть некоторые нюансы, которые она могла просто не знать, да? Что надо, наверное, взять и обыграть это, да? Как мы видели с тобой. Ну, я думаю, что она сейчас узнает. Да. И мы немножко обыграем. На следующей диско-пати она будет королева ночи. Слушай, аня, такую хорошую работу ты сделал. Ты чудесная. Так как я уже говорила, что 80-е годы характеризуются немножко мускулинным таким образом, вот, я добавила все-таки немножко вот рубашечного верха, как мы с тобой говорили. И объемы все в области плечевого пояса, они все всегда приветствовались. Поэтому я выбрала наиболее такой вариант, который адаптирован уже под наши реалии. То есть это асимметричный немножко крой, очень сложный крой, и он играет как бы современно. И зато она не выглядит так, не то что пошло, просто мне кажется, что до этого она была слишком, слишком сексуальна, потому что там... Откровенно. Откровенно, да. Сейчас она как будто уже такая девочка-загадка, то, что мне кажется, очень хорошо. Ну, опять же, и обувь. Обувь была поменена, ты обратила внимание, потому что действительно 80-е это также каблук, это высокий каблук, это шпилька, это однозначно. Вот, конечно, можно было там еще добавить некоторых моментов, вот, ну, как бы у нас еще все впереди, но главная тенденция, как бы все были учтены. Поэтому, я думаю, Вика с задачей своей справилась, мы немножко подправили. Да, очень как-то гармонично сейчас она смотрится. Да, да, согласна. Просто охуенно. Субтитры сделал DimaTorzok